Добрый день дорогие друзья! Шавуатов! Хорошей недели! У нас новая недельная глава Торы, называется она Ваешеф. Наши мудрецы переводят как и поселился. И поселился Яков в стране к нам. Вот родословие Якова. Иосиф, 17 лет, пас мелкий скот сыновьями Зильбы и сыновьями Бильги и доносил о них худые весы до отца их. Наши мудрецы говорят, ну хорошо, вот родословие Якова и тут сразу Иосиф. Как-то удивительно звучит фраза. И Медраж отвечает, что жизнь Якова и Иосифа, они полностью связаны. Иосиф это продолжение Якова. И если мы посмотрим на события в жизни отца и сына, то мы видим, что у них жизнь похожа. То есть, если Яков родился обрезанным, то Иосиф тоже родился обрезанным. Если Яков брат ненавидел, то Иосифа тоже братья ненавидели. Если Яков брат планировал убить, то Иосифа тоже братья хотели убить. В общем, все вот это сходится. Если Яков взял себе жену из другой страны, то Иосиф тоже жениться в другой стране. Если Иосиф умер в Египте, Яков тоже умер в Египте. Если Якова бальзамировали, Иосифа тоже бальзамировали. И похоронили Якова в стране Кнаан, Иосифа тоже похоронили останки в стране Кнаан. То есть, все это сходится. Поэтому Иосиф это продолжение Якова. Так считают мудрецы. Значит, если Иосиф играл с сыновьями Зиль, поисляя Бильги, то он с ними дружил. Он не мог Якову о них носить худые вещи. О ком же он говорит? Если скажешь, что это его брат Бениамин, так он еще маленький. А если скажешь, что это сыновья Леи, так это и есть. Он доносил худые вести о сыновьях Леи своему отцу. Он говорил, что они называли детей Бильги и Зильпы рабами. То есть, считали ниже себя. И он говорил, что они некошерно зарезали ягненка. То, когда мы разбирались, что здесь некошерно. И то, что, чтобы зарезать ягненка, Шохи должен одним ударом ножа перебить пищеводы трахеев животного. После этого все животное считается зарезанным. После этого удара. И так и было. Они так и зарезали. И после этого они уже могли заниматься дальше. Снимать шкуру с него и вот так вот. А если у других народов, то надо так зарезать, чтобы она вообще уже не двигалась. Поэтому Йосиф здесь был неправ. И потом он говорил, что братья прелюбодействуют с каноньянками. Что значит прелюбодействуют? Он видел, когда приходили эти женщины покупать молоко у его братьев. Потому что они были животноводами. То они там смеялись, любезно улыбались. И он это счел за прелюбодение и отцу говорил. И это все было неправда. И братья его за это не любили. Потом написано, что приснился Йосифу сон. И он его рассказал братьям своим. Говорит, вот мы вяжем снопы. И вот стали ваши снопы. Вертикально стали их яснопы. И поклонились моему снопу. И братья возненавидели Йосифа. Потом приснился Йосифу сон другой. Говорит, вот видел я, как солнце, луна и одинца звезд кланяются мне. И они еще более возненавидели его. Отец об этом услышал и побронил его. Йосифа. И он понял, Яков, что что-то здесь есть в этом сне. Но он сказал братьям, солнце и луна уже не могут ему поклониться. Потому что мамы его уже рахели нет. Поэтому это сны пустые. Но Яков сохранил сердце эти слова. А Йосиф действительно имел в виду, что это Бильга, которая заменила ему мать. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Всем браха, парнаса, каванамма, за то, что мы это время не грешили. Урок был дан. Запоение души. Владимир, Раил Бергер Гори, Бертабан Исрель, Павел Бенефим, Самойл Бенгерш, памяти Ури Бенхаритон, Мендель Бенмендель, Яков Бенахум. Так, память поднятия души. Хай, Малка, Бат Йосиф, Мир, Бат Абрагам, Роза, Бат Михаэль, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бенесхак, Борис Беннария, Анна Бат Ривка, Парина Перм, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Жен Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двой Работ Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фера Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Мазл Бороса Сгулая Рина Батурия, Рона Ребенури, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, И до следующих встреч, Надеюсь, нас состоится завтра в 15.30. Шалом, шалу атов.